Николай Заболоцкий. Детство. Огромные глаза, как у нарядной куклы, раскрыты широко под стрелами ресниц. Доверчивые сны и правильно округло мерцают ободки младенческих зениц. На что она глядит, и чем необычайен и сельский этот дом, и сад, и огород, где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин, и что-то вяжет там, и режет, и поет. Два тощих петуха дерутся на заборе, шершавый хмель ползет по столбику крыльца, а девочка глядит, и в этом чистом зоре отображен весь мир до самого конца. Он, этот дивный мир, поистине впервые очаровал ее, как чудо из чудес, и вглубь души ее, как спутники живые, вошли и этот дом, и этот сад, и лес, и многими дней, и боль сердечной смуты, и счастье к ней придет, но и жена, и мать, она блаженный смысл короткой той минуты, вплоть до седых волос все будет вспоминать. 1957 год Стих прочитан не просто так, стих Николая Заболоцкого, был такой советский поэт, переводчик, и вот именно сегодня, 7 мая, ну, 117 лет назад, как раз он и родился, недалеко от Казани, в семье агронома в 1903 году. Детские годы Николая прошли в селе Сернур, Вятской губернике, недалеко от города Уржума. После окончания реального училища в Уржуме в 1920-м Заболоцкий поступает в московский университет, сразу на два факультета, филологический, медицинский. Литературная жизнь Москвы захватывает поэта, он увлекается подражанием то Влоку, то Есенину. С 1921 по 1925 Заболоцкий обучается в Педагогическом институте имени Герцена в Ленинграде. За годы учебы сближается с группой молодых авторов, абериутов, объединения реального искусства. Всем членам этого объединения были свойственные элементы аллогизма, абсурда, гротеска. Эти моменты не были чисто формальными приемами, а выражали и своеобразно конфликт на себе мироуклады. Участие в этой группе помогает поэту найти свой путь. Первая книга его стихов «Столбцы» вышла в 1926-м. Эта книга имела шумный успех и даже скандальный. Читателей буквально ошеломили поэтика, гротеска и косноязычие, нарушение ритма, метро, шокирующие прозаизмы, откровенная нелитературная стилистика. В 1938-м его репрессируют по положенному обвинению и отправляют работать строителям на Дальний Восток, в Алтайский край, в Караганду. В 1930-м-40-е годы Заболоцкий пишет «Метавархозы», «Лесное озеро», «Утро» и другие. В 1946-м Заболоцкий возвращается в Москву, работает над переводами грузинских поэтов, посещает Грузию. В 1950-е выходят стихи «Некрасивая девочка», «Старая актриса» и другие, которые делают его имя широко известным. В 1957-м он побывал в Италии. Заболоцкий увлекался живописью Филонова, Шагала, Брейгеля. Умение видеть мир глазами художника осталось у поэта на всю жизнь. В 1955-м году у Николая Заболоцкого случился первый инфаркт, а 14 фоктября 1958-го его больное сердце остановилось навсегда. Он скончался в Москве, где и находится на Новодевичском кладбище. Но это будет, будет, а пока мы справляем все-таки день рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, советского поэта и переводчика.